Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Еще больше качественной агротехники. На Самарском заводе открыли новый производственный корпус. Неспортивная подготовка. Областная прокуратура отчиталась о том, как готовиться к чемпионату мира по футболу. Снести нельзя оставить. Улицы Самары избавляют от незаконных гаражей. Новокуйбышевский театр «Грань» порадует зрителей новыми спектаклями. Средства на постановки выделят из федерального бюджета в рамках проекта театра малых городов. Январю морозы, февралю метели. Чего ждать самарцам от последнего зимнего месяца? Еще одно крупное производство в Самаре. Российско-германское предприятие сельхозтехники увеличивает объемы поставок. Всего год потребовался, чтобы построить новый заводской корпус, в котором разместили самые современные оборудования. Предприятие выпускает машины для растений и водства по мировым стандартам и входит в пятерку ведущих российских поставщиков агротехники. Олег Зверев поинтересовался производственными планами. Свежая деталь только что из печки. На этом участке применяется самый современный в мире способ порошковой покраски деталей. Технология предусматривает несколько этапов. Тщательную мойку, фосфатирование, то есть нанесение защитного слоя, окрашивание и запекание в печи обжига. В Самаре на российско-германском предприятии сельхозтехники открыт новый производственный корпус. В торжественной церемонии принял участие губернатор Николай Меркушкин. Глава региона отметил, что завод сегодня входит в топ-5 ведущих поставщиков агротехники. Причем не только для России, но и для республик ближнего зарубежья. В целом по стране значительно выросла доля производства собственных машин, в том числе прицепных, в сельхозмашиностроении. Здесь импортозамещение в этой отрасли работает реально. Есть реальные результаты. Наша доля из 80 примерно миллиардов рублей по стране, это с Россельмашем, это с Кировским заводом в Питере и так далее. Ну это гиганты, вы понимаете. Мы занимаем из 80 миллиардов 5 миллиардов только наше предприятие Евротехника. В 2016 году на заводе провели модернизацию производства, а в новом корпусе разместили цех покраски и доладили выпуск прицепных сельхозмашин. Это самые современные агрегаты для сберегающих и интенсивных технологий в растении и водстве. Машины не дешевые, но правительство страны субсидирует закупки. Самарский завод реализует свои проекты при поддержке Всероссийского фонда развития промышленности. Виден результат этой субсидии сразу же в росте производства, выплате налогов. Мы ощутили как министерство в прошлом году мощную поддержку губернаторского корпуса по развитию этой дальше субсидии и выделению дополнительного финансирования. И надо сказать, что первое письмо от первого губернатора, которое мы получили, это было письмо Николая Ивановича, который первым поставил перед правительством просьбу, задачу увеличить количество средств. Техника, проверенная временем. Самарские сельхозмашины закупают крупные агрохолдинги, для которых качество работы в поле – гарантии урожая. Для самого предприятия это гарантии стабильности. И для инвестора тоже. Германская страна инвестировала в модернизацию предприятия 200 миллионов рублей. И сегодня в России производят технику, которую раньше можно было купить только за рубежом. Все это в непростых экономических условиях. Впрочем, режим санкций никак не повлиял на решение акционеров расширять производство в России. Некоторые компоненты, которые поставлялись, совпадали по номеру с позициями в санкционных списках. Но для энергетического сектора там были проблемы, но вообще других примеров, которые попали бы под санкции, не было. В планах дальнейшее увеличение объемов производства, но перед этим необходимо решить земельный вопрос. Нам еще надо помочь им с землей для того, чтобы расширять производство. Им не хватает сейчас земли. Мы уже два решения принимали в пользу их вот за эти два-три года. Сейчас еще одно срочное решение надо принять, и они могут еще удвоить, утроить объемы производства. А это значит, что доля отечественного машиностроения на российском рынке будет увеличиваться. А это качественная техника, прибыли, налоги и новые рабочие места. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Преступность в Самарской области снижается, а кражи и убийства стали раскрывать чаще. Об итогах работы за прошлый год отчитывается прокуратура Самарской области. Больше стали ловить взяточников и дали свободно вздохнуть предпринимателям. Количество проверок малого и среднего бизнеса сократилось на 8 тысяч. В этом году особое внимание прокуроры обратят и на сферу ЖКХ, и на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Какие еще задачи особенно актуальны сейчас? На расширенной коллегии областной прокуратуры услышала Марина Кравцова. Подготовка к чемпионату мира по футболу в приоритетах на 2017 год, в том числе и для прокуроров. Основные задачи для сотрудников надзорного ведомства были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры Самарской области. Так, особое внимание следует обратить на соблюдение законов при подготовке объектов к Мундиалю. Кроме того, необходимо пресекать создание и участие болельщиков в радикально настроенных фанатских организациях. Также в центре внимания сфера ЖКХ, установка тарифов и плата за коммунальные услуги, а также работа управляющих компаний. На них чаще всего и поступают жалобы от жителей. В прошлом году в сфере ЖКХ выявили больше 8 тысяч нарушений закона. Не слабеет контроль и за восстановлением прав обманутых дольщиков. В прошлом году квартиры получили больше тысячи семей. Еще 12 недостроев и 25 домов, не введенных в эксплуатацию, остаются на контроле прокуратуры. Стоит задача постоянного мониторинга и соблюдения прав граба, начиная с самых ранних этапов строительства муниверситетного дома в ходе наведения его в эксплуатацию. В прокуратуре области принципиально важно обеспечить соблюдение законности при реализации по научным органам государственной власти нет поддержки отношений обманутых дольщиков. В 2016 году из приемной президента в адрес прокуратуры направлено 369 заявлений. Большинство обращений касается долевого участия в строительстве, в том числе защита прав обманутых дольщиков. Качество коммунальных услуг. Реальные результаты есть и в сфере борьбы с коррупцией. В прошлом году таких преступлений выявили на 10% больше. Удалось привлечь к ответственности на четверть больше взяточников. Выявили 18 посредников во взятках в 2015-м, таких было только 11. Среди других приоритетных направлений работы прокуратуры это защита трудовых прав граждан, прав несовершеннолетних, а также детей-сирот и инвалидов. Больше обращений, но меньше нарушений. Антимонопольная служба по Самарской области подвела итоги 2016 года. В сфере рекламы антимонопольный орган вынес штрафы на сумму более 2 миллионов рублей. В реестр недобросовестных поставщиков ведомство включило 42 организации, это в два раза меньше, чем в 2015 году. В 2016 ведомство поступило почти 370 заявлений по поводу нарушений закона о защите конкуренции. Это число по сравнению с предыдущим годом подросло. Однако при этом нарушений по жалобам находят значительно меньше, так в разы сократилось число нарушений по статье «Недобросовестная конкуренция». Специалисты это связывают с введением системы так называемых предупреждений. Теперь при выявлении нарушений мы по многим статьям просто выдаем предупреждение, предупреждаем, не фиксируя сам факт. Мы говорим, что есть признаки, обратите на это внимание и примите меры. И если только лицо, не понимая этого, продолжает эти действия, тогда уже возбуждается дело, рассматривается, устанавливается факт нарушения, если он есть, и привлекается к ответственности. Центробанк утвердил символы для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей. Какие изображения появятся на новых купюрах, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня дорожает и устремилась к отметке в 56 долларов за баррель. Американская валюта тоже прибавила. Курс на 2 февраля 60 рублей 30 копеек, евро 65 рублей 3 копейки, золото стоит 2315 рублей, серебро 33 рубля 3 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 80 копеек, дороже всего продать за 60 рублей 15 копеек. Центробанк утвердил символы для новых банкнот. На купюре номиналом 200 рублей разместят памятник затопленных кораблей и вид на Херсонес-Таврический. А на банкноте номиналом 2000 рублей появится мост на остров Русский и космодром Восточный. Новые деньги поступят в обращение в конце года. А жители Самарской области могут поехать в Магадан на ПМЖ. С 1 февраля в России начинается третий этап программы по распределению дальневосточных гектаров. Бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке может любой желающий. По итогам 2016 года жители регионов два с половиной раза чаще покупали новые авто, чем поддержанные. Благодаря чему область вошла в топ-10 регионов по продажам легковых машин без пробега. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. В Москве суд вынес приговор двум самарским музыкантам Антону Рыжову и Сергею Митрофанову, которые в июне прошлого года угнали из гаража представительский советский автомобиль «Чайка». Он числился на балансе гентрокуратуры. Прокурор на заседании отметил, что угонщики сели за руль пьяными. Для обвиняемых просили наказание в виде лишения свободы на 4 и 5 лет. В итоге один самарец получил реальный срок 3,5 года в колонии общего режима, второму дали 2 года условно. В сети появилось видео со строительства улицы Арена-2018. Напомним, подготовительные работы начались в октябре прошлого года. Тогда рабочие удалили часть лесных насаждений и выровняли площадки под строительство, которое должно завершиться к концу 2017 года. Стоимость работ составляет 770 миллионов рублей. Длина улицы 2,5 километра. Арена-2018 будет иметь четырехполосную проезжую часть по две полосы в каждом направлении и разделительную полосу шириной 6 метров. Кроме того, там построят два подземных пешеходных перехода, а также тоннель для велосипедистов. Самарцы назвали топ-5 самых пьющих профессий. По мнению участника вопроса, его возглавляют представители рабочих профессий – сантехники, грузчики, строители и дворники. На втором месте – врачи, на третьем – полиция и военные, на четвертом – начальники и топ-менеджеры. Замыкают пятерку работники творческих профессий – актеры, художники, певцы и дизайнеры. 13% опрошенных считают, иначе. По их мнению, пристрастия к алкоголю никак не связаны с профессией. 7,5 миллионов на новые спектакли и техническое оснащение. Новокуйбышевский театр-студия «Грань» получит федеральное финансирование по проекту «Театры малых городов». Благодаря ему на переоснащение таких театров потратят более 600 миллионов рублей. Как новость встретили в Новокуйбышевский репортаж Валерии Макаровой. Спектакли театра-студии «Грань» всегда удивляют смелым подходом и многообразием жанров. Уже второй год «Грань» становится номинантом «Золотой маски» самой престижной театральной премии. В этом году театр вошел в федеральный проект и получит финансирование в 7,5 миллионов рублей. Главным результатом станут, конечно, новые постановки. Это спектакль «Театр тени Офелии», который должен выйти в апреле и ближе к осени, когда я была маленьким мальчиком. И большая работа, которая пока не оглашает, даже еще труппа не знает, большого нового спектакля для взрослой аудитории, который тоже выйдет на наши площадки. Театры малых городов, федеральный проект партии «Единая Россия» ставит перед собой цель поддержать театральные коллективы в регионах. Финансирование идет на закупку сценического оборудования и постановку новых спектаклей. Всего в проекте участвуют 57 регионов. Театральные эксперты, чиновники и просто зрители сходятся в том, что Новокуйбышевская грань свое место в этом списке получила заслуженно. Могу сказать из личного опыта, что буквально за два месяца нужно закупать билеты на постановку этого театра. Это, мне кажется, уже сам факт говорит за себя, то, что какой здесь театр работает, какие спектакли они ставят. Сегодня в Новокуйбышевске дали официальный старт проекту театра малых городов. В конце круглого стола художественный руководитель Денис Бакурадзе развеял слухи о том, что грань может покинуть родной Новокуйбышевск. Театр родился в 1970 году здесь, в городе Новокуйбышевск. Здесь его дом, здесь его родина. И театр этот должен быть здесь, и он будет здесь. Спасибо городу, что он любит этот театр и поддерживает. Спасибо большое. Кроме Новокуйбышевского театра, финансовую поддержку получит также драматический театр Сызрани. Валерия Макарова, Константин Головин, События. Январю батюшки Морозы, февралю метели. Начался последний и самый короткий месяц зимы. В народе его называют лютом, а первое февраля – Макарьевым днем. Говорят, какая погода в первые сутки, таков и весь месяц. Чего ждать самарцам, холода или тепла, разбирался Сергей Ромашов. Первое февраля встретил самарцев легким морозом и снегопадом, зато не очень ветрено. По народному поверью, такая погода будет весь месяц. 1 февраля верующие христиане отмечают память святого отшельника Макария Великого. Его честь и назван Макарией в день. По нему наши предки судили о весне. Ясная погода предвещала, что тепло придет скоро. А вот если мила метель, то ее следовало ожидать и на Масленицу. В этом году она будет отмечаться в период с 20 по 26 февраля. Синоптик Макарий подсказывает нам, что на теплое солнышко рассчитывать не стоит. Но не все самарцы доверяют древним предсказаниям. Особо недоверчивы к народным поверьям сотрудники гидромедцентра. Говорят, что по Макарьеву дню весь февраль не распланируешь. Специалисты обещают самарцам умеренный снег, слабые метели и даже усиление ветра. Зато температура воздуха приблизится к климатической норме, что важно для метеочувствительных людей. По прогнозам на этот февраль ожидается, что будет меньше осадков и температурный режим будет чуть-чуть выше нормы. Хотя первая декада, первые 10 дней февраля ожидается холоднее обычного на 2 градуса. Вообще февраль последние годы по статистике он немножко даже теплее, чем январь. У Макарьева дня было и другое значение. В этот праздник принято встречаться с близкими друзьями за чашечкой горячего чая. А погода для этого не помеха. Сергей Ромашов, Василий Калдашов, События. 2017 год экологии. О реализации партийного проекта «Экология России» сегодня говорили на мероприятии в Самарском региональном отделении «Единой России». Депутат Государственной Думы Владимир Гутенев встретился с секретарями первичных отделений партии, партактивом и участниками Молодой гвардии «Единой России» Железнодорожного и Октябрьского районов Самары. На повестке дня итоги 16-го съезда, который прошел в Москве 21 и 22 января. По указу президента России в этом году особое внимание вопросам экологического развития страны. Необходимо привлечь как можно больше общественников к решению проблем охраны окружающей среды. Мероприятия в основном направлены именно экологически. Это у нас субботники, это у нас восстановление леса, это озеленение придомовых территорий, это различные экологические уроки, которые мы проводим в школах, пытаемся приучить наше подрастающее поколение, чтобы они как правильно обращаться с теми самыми отходами. Вместе с ними выходим в школу, сажаем с ними деревья. Около 20 тонн пластиковых бутылок сдали на переработку школьники Самарской области. Проект школы «Зараздельный сбор» проводится в регионе с прошлого года. В нем участвуют свыше 40 образовательных учреждений Самары, Тольятти, Жигулевска. Пластиковой бутылки уже сдали более 18 тысяч учеников. Выбрасывают PET-тару в специальные контейнеры, которые установлены в школьных дворах. Оттуда бутылки отправляются на заводы, где получают вторую жизнь. Срок разложения пластиковой тары 500 лет. Чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, юные жители региона взяли заботу об экологии в свои руки. В 34-й школе в поселке Зубчининовка между классами проводятся соревнования. Побеждают те, кто сдаст больше PET-тары. Тех удивили ученики 5-го Б. Ребята втроем собрали и принесли в школу более 600 бутылок. Они принесли не только те бутылочки, которые были у них дома, но они пробежались по улицам нашего поселка. И попросили у жителей, и у них сложилась уже сейчас так практика, жители поселка ждут, когда к ним придут наши ребята и заберут у них появившийся PET-тар из-под молока или из-под каких-то других напитков. У нас у всех сейчас появилась такая замечательная возможность не вывести это на свалку, а отправить его на проработку, чтобы получилась полезная, нужная вещь. Постоянно в повседневной жизни сталкиваемся, просто не задумываемся, что это как раз и есть PET-бутылка. Мягкие игрушки-наполнители, когда рвется, вы видите, что там мы вытаскиваем. Затем матрасы, подушки, утеплители, сантепоны в куртках – это все полиэфирное волокно, это PET-бутылка. В Самаре продолжают очищать территории районов от незаконно установленных гаражей. Перед районными властями стоит задача убрать все заброшенные железные ракушки к 2018 году. Только в одном Ленинском запланировано вывести более 130 железных конструкций. Каких улиц коснется большая чистка, узнавала Лариса Шалафаст. Этим гаражам на проспекте Карла Маркса не один десяток лет. Некоторые уже основательно поржавели. Информации о владельцах в районной администрации нет, а это значит, гаражи бесхозны и подлежат сносу. Также списки на демонтаж гаражи на улицах Самарская, Чернореченская, Арцебушевская и Ленинская. Подробный по адресный список можно найти на сайте городской администрации. Всего в Ленинском районе запланировано убрать 136 гаражей. Если у владельца есть документы и гараж установлен законно, то необходимо сообщить об этом в районную администрацию. У них есть возможность в течение месяца срока обратиться в наш район, отдел архитектуры, уточняющий информацию, предоставлять все документы, правоустанавливающие на то, что у них есть право нахождения их имущества на данном земельном участке. Владельцы железных гаражей, которые установлены без соответствующих документов, могут вывести их самостоятельно. Иначе через месяц все гаражи из утвержденного списка демонтируют. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, События. Мир безответственных бездельников. Необычная выставка с интригующим названием открылась в музее Алабина. В экспозиции работы самарской художницы Галины Шемяковой. С подробностями Юлия Черняева. Картина маслом. Колоридные персонажи, загадочные девы, зарисовки из жизни, сны. Все очень тонко и символично. Для самарской художницы Галины Шемяковой выставляться на публику непривычно и любопытно. Писать Галина Борисовна начала несколько лет назад. Я не профессионал, любитель, скромничает автор. Но за каждой работой своя история. Я помню, как в деревне девушка сидела и играла на аккордеоне. Тогда я не понимала, что это такое трофейный. И только позже я поняла, что кто-то из наших солдат или офицеров, возвращаясь из Германии, прихватил этот аккордеон. Вот вы видите, вот девушка с аккордеоном. А вот те самые знаменитые шарики. Моего возраста люди все помнят. Это было одно из самых главных развлечений детей. Вот такие шарики цыгане продавали на резинках. Их запускали. Мир безответственных бездельников каждый из гостей выставки открывает сам для себя. Открывает и примеряет. Ищет свое место. Я не художник, я не искусствовед. Но я бы назвала это мистический реализм. Все, несмотря на волшебство, чудесность какой-то, воздушность. Это очень реалистично. Вот как будто бы это про нас самих. Я и себя там узнавала в этих картинах. Иногда так хочется побыть именно безответственным бездельником. Ни за кого не отвечать, кроме себя. Вот что хочу, то и делаю. Мне кажется, что их надо смотреть, наверное, в одиночестве, чтобы никто не мешал, чтобы не следить за своими эмоциями на лице, а просто вот отдаться и посмотреть. В этом необычном мире нет чего-то грустного и плохого. 30 очень личных работ, которые хочется рассматривать ближе, узнавать себя. Простого, безответственного бездельника. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События. ЦСКА ВВС разошелся миром с командой Набережных Челнов в первенстве в высшей хоккейной лиге. У Самарского клуба пока есть все шансы попасть в плей-офф. О домашних играх военных летчиков расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. ЦСКА ВВС на домашней арене поделил очки пополам с командой из Набережных Челнов в первенстве в высшей хоккейной лиге. Первый матч самарские летчики проиграли. Неудача их постигла уже в первом периоде. Челны забили две безответные шайбы. Во втором ЦСКА ВВС огрызнулся одним голом. Концовка прошла по сценарию гостей. Две шайбы против одной в исполнении Шилина. 2-4 итоговый счет. Полностью провалили. Единственное, хорошее, наверное, большинство было более-менее. Но не забили. И много моментов не забили. Но это чревато. Как бы не забиваешь, ты забиваешь. Тебе. Вот и проиграли там на последних секундах. Могли еще вырвать, но не получилось. Первой звездой второго матча с Челнами стал Александр Степаненко. Он оформил дубль. Первую шайбу нападающий забил, реализовав большинство в середине первого периода. А вторую победную на экваторе третьего. Победа сейчас самое главное. Очки. Все это. Выход в плей-офф на хорошем месте. Можем даже в пятерку попасть. Поэтому стараются. Все сейчас бьются до последнего. Военные летчики доминировали на площадке всю игру. Отличился голым во втором периоде Никита Сафронов. А вот Челны не смогли разогнать свою лодку до победного результата. Единственную шайбу третий вратарь ЦСК ВВС Константин Комариков пропустил от Нечкина только в середине третьего периода. Больше шансов на взятие ворот самарский кипер сопернику не дал. Очень хорошо, что мы имеем проверку накануне плей-офф. И видим, что как бы ни случилось, любого из трех вратарей можно ставить. И они достойно будут биться за свой город и добиваться результатов. Ровные игры, наверное, я так думаю. Вчера мы оказались сильнее. Сегодня Комариков первая игра чуть на ноль не сыграл. Здорово отыграл. Хозяин с победой. Нас с тремя очками. Спасибо. ЦСК ВВС победил 3-1 во втором матче домашней серии. После 44 игр занимает восьмое место в ВХЛ. Самарский клуб продолжает бороться за попадание в плей-офф. А безговорочные лидеры чемпионата страны – Мордовия и Ростов. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова